Неожиданные судьбы актеров из сериала в двухтысячных. Ранетки, папины дочки кадетства. В нулевые актеров из этих сериалов знали практически все. Но земная слава штука недолговечная, особенно когда дело касается телевизионного фастфуда. Спустя 20 лет лишь единицам вчерашних знаменитостей удалось не выйти в тираж. Другие же попадали в таблоиды по причинам совсем не связанных с творческими успехами. Вы узнаете, кто навалял гниди из кадетства. Зачем Нюта Ранетка пошла к экстрасенсам и какой мрачный секрет хранит Полей Жайкин из папиных дочек. Привет, меня зовут Аллан и вы на канале Мэмидия. И прежде чем мы начнем, подпишись на канал Мэмидия и нажми на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. В сериале «Кадетство» Макар и Гнида, а в миру актеры Александр Головин и Кирилл Емельянов все время враждовали и устраивали стычки. В реальной жизни оба артиста хорошо дружат. Но это не помешало им недавно устроить настоящий бой по правилам ММА. Противники встретились в клетке в рамках проекта «Наше дело». С самого начала в ринге разыгралась довольно необычная ситуация. Гнида, который выше на 11 сантиметров и тяжелее на 17 килограмм, проиграл в первом же раунде. Макаров с первых секунд начал очень агрессивно действовать и нанес противнику несколько точных ударов по лицу. Судья не смог смотреть на это избиение и приостановил бой. А Сырников успел несколько секунд отдышаться. Однако сразу после возобновления на Гниду снова посыпались мощные удары. И в какой-то момент он упал под канаты и отказался продолжать бой. Кстати, помимо участия в сверхпопулярных проектах «Кадетство» и «Сволочи», актеров объединяет еще и то, что оба являются нерадивыми отцами. И Головин, и Емельянов всплывали в прессе как злостные неплательщики алиментов. Неожиданный виток дала карьера другого кадета – Бориса Корчевникова. Актер стал телеведущим дневных ток-шоу, в которых говорил сумасшедшие вещи. Было время, когда мне было нечего надеть, нечего есть и негде ночевать. Но меня спасла Жанна Фриске. Сейчас время такое, мужей рвут прямо из рук. Где это видано? Только что забирал одну жену с ребенком, теперь приехал за другой. Срамота. С 2017 года Корчевников и вовсе возглавил православный телеканал «Спас». А недавно актер расчувствовался в прямом эфире «Соловьев Лайф», комментируя новости о мобилизации и уезжающих россиянах. По его словам, он плакал из-за тех людей, которые сейчас находятся в зоне СВО. Видео было подхвачено либеральными СМИ, которые начали глумить над телеведущим. Однако не стоит забывать, что Корчевников тяжелоболен и находится под серьезным лечением. А в прошлом пережил операцию по удалению опухоли мозга, после которой долго восстанавливался. Так что эмоциональность актера может объясняться состоянием здоровья. А помните ранеток? Это был удивительный эксперимент. Реально девичья поп-группа снималась в сериале о своей жизни, почти биографическом. После распада проекта девушки сосредоточились на создании семьи. Почти все удачно вышли замуж, а кое-кто даже поженился. Лена Третьякова некоторое время назад улетела из России в Аргентину с девушкой Дианой, которую называет своей женой в своем инстаграме. Певица подтвердила, что заключила официальный брак с избранницей в Аргентине. В России однополые браки не разрешены. И в начале августа родила сына Лионеля Кристиана от донора. Ребенок и является гражданином Аргентины. При этом, по словам Третьяковой, она не прибегала к искусственным методам зачатия. Ребенок зачат дома, можно я не буду описывать процесс и положусь на вашу фантазию? Написала она. А вот самой младшей участнице Ранеток, солистке Анне Байдавлетовой, пришлось нелегко. Ей стало попросту нечем зарабатывать на жизнь. Аня буквально перебивалась с хлеба на воду. Правда, в годы, когда Ранетки были популярными, она успела купить квартиру в Москве. Но на ремонт денег уже не хватило. Девушке пришлось наниматься на любую работу, только для того, чтобы заработать на питание. Оплатив коммунальные услуги и выплачивать кредит. В отчаянии и безвыходности Аня обратилась в шоу «Битва экстрасенсов». Азия Петренко, как лучший экстрасенс, утверждала, что уже совсем скоро. Жизнь наладится, придут хорошие новости. А Мерлин Керо смогла увидеть в прошлом мамы девушки негатив. Проведя обряд, который помог справиться с ним, женщина пообещала, что плохое из жизни уйдет. Начнутся светлые времена. Буквально через полгода Аня начала работать над новой песней под руководством продюсера Максима Фадеева. Однако годовое сотрудничество ограничилось лишь одним треком и одним клипом. Неожиданно прибыль стал приносить видеоблог Ане. Она начала его вести по совету подруги Жени Огурцовой. В блоге в основном советы по хозяйству и экономии. Видимо, годы, проведенные в нужде, многому научили девушку. А совсем уж мрачная история приключилась с Полежайкиным из «Папиных дочек». Михаил Казаков начинал с амплова добродушного увольня в Яралаше. Актер сам заявлял, что является рекордсменом киножурнала. 21 эпизод с его участием. К тому же он снимался до 16 лет, в то время как в среднем актеры заканчивали свою карьеру в Яралаше до 14 лет. И именно в 16 лет Казаков убил человека. В январе 2005 года он нанес несколько смертельных ранений 20-летнему жителю Твери Кириллу Гуркину. По словам свидетелей, Миша вступился за школьную подругу Вику, когда в подъезде на нее набросился бывший парень. Казаков сразу признался милиции, что выставил вперед нож, когда Кирилл летел на девушку. Но почему с собой у Михаила оказался нож? Выяснилось, что буквально за пару дней до случившегося парень отобрал холодное оружие у вора, тщетно пытающегося его ограбить. Так или иначе, серебристое лезвие длиной 15 сантиметров трижды вонзилось в тело Кирилла. Удары пришлись в сердце и сонную артерию. Когда журналисты собирали информацию о потерпевшем, то очень часто слышали фразы о том, что Кирилл был наркоманом. Судя по всему, даже мама убитого встала на защиту юного актера. Ведь в итоге дело переквалифицировали в превышение самообороны и закрыли по примирению сторон. В тот период актер комментировать отказывается, поэтому поклонники до сих пор спорят. Провел он все же год в тюрьме, пока статью не поменяли. Или же просто несколько месяцев находился под следствием. В любом случае, для мира кино Казаков не исчез. А наоборот, воскрес после финала «Истории с убийством» он получил роль Ильи Полежакина в «Папиных дочках». Сейчас артист не особо радует своих поклонников новыми ролями. Но недавно он появился в передаче «Привет, Андрей», где ошеломил зрителей своим внешним видом. Казакову удалось похудеть на 40 килограмм. Причем сам актер заявляет, что ни в чем себя не ограничивал. Секрет потери веса кроется в длительных пеших прогулках. А на этом все. Надеюсь, благодаря этому выпуску вы сегодня узнали много нового. И если да, то жду ваши лайки, оставляйте ваши комментарии, не пропускайте наше следующее видео. А для этого подпишитесь на канал МайМедиа. Ну а с вами был Алан. А пока... пока.